Дмитрий Иванюк работает в специализированном отделе по расследованию дорожно-транспортных происшествий около двух лет. За это время молодой специалист не раз выезжал на места аварий. По мнению следователя, самое сложное для новичка сконцентрироваться на деле и держать в голове все нюансы. Зачастую мелочи проливают свет на многие вещи. В этом воочию смогли убедиться участники семинара, практическая часть которого прошла на импровизированном полигоне. Проведение данных занятий имеет большое значение для молодых сотрудников, так как оно не носит какой-то чисто теоретический характер, оно практически ориентировано для того, чтобы молодые следователи могли применять полученные знания на данном семинаре, в практической своей деятельности, если придется им столкнуться с такими ситуациями. Также занятия данные проводят опытные наставники, опытные следователи, которые имеют богатый опыт в данной профессии, в данной специфике. В связи с этим большое значение имеют данные занятия. Мелочей быть не может. Фраза, которую произнес заместитель начальника управления Следственного комитета Побретской области Сергей Тишук, стала своеобразным девизом мероприятия. Особенно это стало понятно на практической части. Сотрудникам предстояло детально разобраться с двумя ситуациями. Наезд с грузовым транспортом на велосипедиста и легковым автомобилем на пешехода. Замеры, изъятие следов, изучение салона автомобиля и отпечатка подошвы обуви. Все это нюансы, которые влияют на ход расследования. При расследовании уголовного дела существует два основных следственных действия, которые, по большому счету, и позволяют следователю высказаться о степени вины водителя. Это осмотр места происшествия и следственный эксперимент. Следственный эксперимент проводится в условиях, максимально приближенных к тем, к которым было совершено ДТП. В частности, если ДТП было совершено, допустим, в ясную погоду, следственный эксперимент должен проводиться в аналогичных погодных условиях. Поэтому погодные условия оперативно следователя и фиксация изъятия всех следов на месте происшествия позволяют высказаться о каком-то, о виновности или не виновности водителя. Уголовные дела о дорожно-транспортных происшествиях, в которых гражданам причинены тяжкие телесные повреждения, либо когда ДТП повлекли гибель, одна из наиболее актуальных категорий, поскольку затрагивает жизнь и здоровье граждан. Уже выходя из дома, мы фактически становимся пешеходами, уже участники дорожного движения. Конечно же, мы понимаем ту боль, которую приносят такие преступления, понимаем актуальность, насколько важно закрепить все доказательства, зафиксировать до мелочей и принять законные обоснованные решения. Во время практических занятий следователям были подемонстрированы возможности криминалитической техники, а также работа электронного тахографа по получению расшифровки данных. Затем сотрудникам было дано время для самостоятельного составления плана схемы вещественных доказательств. В завершение семинара участники обсудили актуальные вопросы по осмотру ДТП, после чего были подведены итоги занятий.